Армсездар Ардахты Агайен В битве победили казаки, и столица хана Кучума, город Аскер, был захвачен. Основными причинами победы казаков стали внезапное нападение и наличие огнестрельного оружия. Однако эта победа не стала полным поражением сибирского ханства. Скорее наоборот, потеря столицы только стала началом ожесточенной борьбы сибирского ханства за свою независимость, которая продолжалась почти сто лет. И одним из героев этой борьбы стала отважная сибирская царица Сюзге Ханам. И именно о ней будет мой сегодняшний видеоролик. Сюзге Ханам родилась предположительно в 1548 году в знаменитой семье казахских биев и батыров из рода Арган. Дальним предком Сюзге Ханам являлся легендарный эмир Золотой Орды Арган-Карахожа. Прямым прадедом Сюзге Ханам был знаменитый полководец и батыр Арган-Ахжолби, предательское убийство которого стало поводом для отделения Кирея и Жанвека от ханства Абулхаира. Дед Сюзге Ханам, знаменитый Мейрам Сопы, был полководцем и верным соратником казахского хана Касыма. Отец Сюзге Ханам – прославленный казахский батыр Сюиндык, управлявший Арганами, которые жили в Ишимских степях. Таким образом, по своему происхождению Сюзге Ханам принадлежала к высшей казахской аристократии. Именно поэтому и посватался к ней Кучум, который тогда был одним из многочисленных казахских султанов. Родившийся в приоральских степях Кучум рассчитывал с помощью отважных аргынов сесть на престол своих предков в Сибири. В итоге так и произошло. После того, как 15-летняя Сюзге стала женой Кучума, Кучум получает поддержку аргынов и в 1563 году разбивает войска сибирского хана Жадгера и захватывает его столицу. Вот так, при поддержке казахских аргынов, Кучум становится правителем огромного и богатейшего сибирского ханства. По приказанию хана Кучума, недалеко от столицы, на высоком берегу Ертыша, в 6 километрах от современного Тобольска, специально для его любимой жены Сюзге Ханам, был построен небольшой городок-крепость Сюзге Тура. Городок был обнесен высоким и крепким деревянным забором, там имелись сторожевые башни, бдительная стража несла круглосуточную охрану. Внутри этого городка-крепости жила Сюзге Ханам в окружении своих личных приближенных и личных слуг. Когда хан Кучум потерпел поражение от войск Ермака, он сразу же отступил в Вишимские степи, где рассчитывал набрать новое войско и продолжить борьбу. При этом спешно отступавший Кучум не позаботился забрать с собой свою любимую жену Сюзге Ханам. И, конечно же, вскоре под стенами города Сюзге Тура появляются казаки, которых возглавлял один из ближайших соратников Ермака, атаман Гроза. Прежде чем начать штурм, атаман Гроза предложил сдаться в обмен на обещание сохранить жизнь. Однако отважная Сюзге Ханам ответила отказом. «Прежде солнце потемнеет, прежде наш Ертыш Великий потечет назад к истоку, чем сдадим вам крепость нашу». И тогда начался штурм крепости. Три недели штурмовали казаки небольшую крепость, но безуспешно. Не помогли им ни пушки, ни обещания милости, ни переговоры с осажденными. Однако силы таяли и у защитников крепости, а помощи ждать было неоткуда. Отступивший хан Кучун не подавал никаких вестей. И тогда Сюзге Ханам, чтобы прекратить кровопролитие и спасти жизни мирных людей, все же вступила с казаками в переговоры. Она поставила условие, если русские отпустят защитников городка на свободу, то она сдаст им свою крепость со всеми богатствами. Атаман Гроза принял ее условия, но выдвинул также и свое требование. Сама Сюзге Ханам должна остаться в крепости и сдаться казакам. Наслышанный о сказочной красоте Сюзге Ханам, атаман Гроза рассчитывал подарить ее своему командиру Ермаку как наложницу. Услышав требования казаков, воины стали наперебой отговаривать Сюзге Ханам и решили продолжать борьбу до последнего человека. Однако Сюзге Ханам была непреклонна и приказала исполнить ее волю. В итоге, в обговоренный день, приблизительно 23 сентября 1582 года, все защитники крепостей и мирные жители сели на предоставленные казаками корабли и поплыли вниз по Ертышу. И только одинокая Сюзге Ханам осталась стоять на высокой крепостной стене. Когда последнее судно скрылось за поворотом Ертыша, Сюзге Ханам открыла ворота своей неприступной крепости. Но ворвавшиеся в опустевший городок казаки нашли лишь мертвую Сюзге Ханам под высоким сибирским кедром. На царице были самые лучшие одежды и украшения, а в руке она сжимала острый кинжал – подарок своего мужа хана Кучума. И тогда понял атаман Гроза, как его жестоко обманули, но было поздно. Догнать уплывших жителей крепости было практически невозможно. Так ушла из жизни красавица Сюзге Ханам, которая предпочла смерть позорному плену и при этом спасла свой народ. Казаки, пораженные ее мужеством, похоронили царицу на высоком берегу Ертыша. После похорон казаки подожгли Сюзге Тура и ушли. Однако на этом история Сюзге Ханам не закончилась. В начале 19 века исследователь Сибири Соловцов рассказал историю о Сюзге Ханам своему другу, молодому поэту, автору знаменитого конка-горбунка Петру Ершову. История Сюзге Ханам сильно заинтересовала Ершова, который решил написать поэму на основе услышанного рассказа. В итоге, в 1837 году Ершов пишет поэму под названием «Сюзге. Сибирское предание». Поэма вызвала бурное восхищение и всего лишь через год, в 1838 году, поэма «Сюзге. Сибирское предание» была опубликована в самом популярном журнале российской империи «Современник». И с тех пор, на протяжении 50 лет, поэма «Сюзге» не сходила со страниц российских журналов, каждый раз вызывая восхищение читателей. А в 1889 году русский композитор Корнилов на основе поэмы Ершова пишет пьезу, а в 1896 году появляется опера под названием «Сюзге». Вот так в российском государстве постарались увековечить память об отважной «Сюзге» ханам. А что же сделали мы, казахи, прямые потомки «Сюзге» ханам? К сожалению, ничего. Имя отважной «Сюзге» ханам до сих пор неизвестно широкому кругу казахского народа. Хотя пример этой царицы мог бы стать неплохим образцом любви к своей родине и показать, какими смелыми и храбрыми были казахские девушки. Даже в год 550-летия казахского ханства наши именитые и знаменитые поэты, писатели, драматурги, композиторы и режиссеры не создали ни одного художественного произведения в память об отважной казахской девушке Сюзге. И только простая студентка консерватории Аружан Есеркеп собралась и написала музыкальное произведение «Сюзге» ханам, посвятив его отважной и храброй сибирской царице. Ссылку на это музыкальное произведение вы можете найти в описании под этим видео. Таким образом, Сюзге ханам, которая стала сибирской царицей, которую не смогли победить казаки Ермака, являлась казахской девушкой из отважного казахского рода Арган. И это тоже наша история, которую мы должны знать и которой мы должны гордиться. Субтитры создавал DimaTorzok